Всем привет! Это Фак и я, профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня! German Truck Simulator! В этой игре геймерам предстоит перевезти 60 различных грузов по всей Германии. Учитывая правила дорожного движения и всю строгость немецкого закона. Герои-конкуренты! Нетривиальное развитие навыков, болтливые персонажи и ягнёнок в обмен на Fireball. Всё это Numan. Время героев. К сожалению, не самый удачный проект. Dark Void. Трёхмерный геймплей в другом измерении. Или как пилот по имени Уилл научился летать без самолёта. Great Black Border. Проходной проект, рассчитанный на узкую аудиторию. Игра совместила в себе RPG-элементы и экшен в духе зомби-шутер. German Truck Simulator. Игрушка, посвящённая нелёгкому, но жизненно необходимому ремеслу дальнобойщика. Начав свою карьеру с простого водителя, мы с вами зарабатываем деньги, чтобы впоследствии приобрести свой собственный грузовик. Затем второй, третий, четвёртый. На этот раз чехи и студии SCS Software отправляют нас на дороге Германии, о чём говорит название игры. Начинаем мы свою карьеру с простого водителя, который, понятное дело, к концу игры будет иметь свой автопарк различных тягачей и, возможно, своё собственное дело по перевозке грузов. Такой уже стандартный подход к играм подобного рода мы с вами видели не раз. Стоит вспомнить серии игр Aten Wheels of Steel, и всё станет на свои места. Пока наша отечественная студия SoftLab NSK трудилась над дальнобойщиками 3, чехи из SCS Software времени зря не теряли. За 7 лет они наплодили ни много ни мало 5 игр, не считая проекта, о котором сегодня идёт речь. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц. 256 МБ видеопамяти и 1 ГБ свободного места на жёстком диске. Оперативной памяти потребуется 2 ГБ. Наша с вами карьера дальнобойщика начинается с выбора одного из трёх предложенных городов. Определившись с конкретным местом, получаем тягач. На экране тут же всплывают окна с различной информацией о том, как управлять данным транспортом. Поначалу всё происходящее кажется забавным, но после часа игры приходит скуком. Ваш тягач ползёт со скоростью трёхлапой черепахи в правом ряду. Мимо проносятся легковушки и вы, глядя на это, потихоньку начинаете клевать носом свой монитор. Не обходиваясь сна до заправки и соблюдения правил дорожного движения, лишь немного развлекают от унылого игрового процесса. Двое к из-за геймплея. Графика в игре сносная, но не более того. В нашем распоряжении вся территория Германии и 18 её крупнейших городов. К сожалению, эти города мало похожи на свои реальные прототипы, и догадаться, что мы проезжаем Кёль, а не Дрезден, помогает лишь картам. Агрегаты, на которых нам предстоит колесить по дорогам Германии, единственное, на что можно смотреть спокойно. Это касается и внешнего вида, и непосредственно кабинам. Насчёт модели повреждений говорить не стоит. Её просто-напросто здесь нет. Тройка за графическую составляющую. Звуковая атмосфера игры более-менее на приличном уровне. Наш грузовик способен издавать звуки включённых поворотников и щёток. При остановке слышится характерное шипение из-под колёс. Каждая легковушка или тягач, встречающийся на нашем пути, звучит по-своему. Картину пуртит лишь некачественный саундтрек, который вы сейчас сможете услышать. Четвёрка за звук. Джерман Трак Симулятор. Очередной серенький симулятор длиннобойщиков от SCS Software. Ничего нового и увлекательного этот проект нам не продемонстрировал. Игру спасают лишь хорошо проработанные модели грузовиков, неплохая кабина и более-менее адекватный физикам. Общая оценка игры — 3 балла. Любители с ветерком промчаться по дорогам Европы на огромных грузовиках, безусловно, останутся довольны. Отличные модели, проработанные кабины, адекватная физика делают своё дело. Что же касается труднопроходимых мест, то тут вам помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению игры «Джерман Трак Симулятор». Первый вопрос. Подскажите, никак не могу понять, что это за монеты такие, которые висят в воздухе? Открываю карту, а там пусто. Никаких индикаторов, подъезжаю к монетам, ничего не происходит. Отвечаем. Эти монеты символизируют цену за груз. То есть вам необходимо собрать определённое количество денег для того, чтобы вы смогли отовариться в указанном месте. Если денег не хватает, ничего не происходит. Следующий вопрос. Проехал на одном грузовике практически всю карту и стал замечать, что мой любимый грузовик едет не так, как раньше. Что бы это могло быть? Или это мне так кажется? Отвечаем. Клаве шеяб 2 вызовите строку состояния вашего тягача. Она появится в верхней части экрана. Там есть индикатор состояния вашего грузовика. Красным обозначаются повреждённые места, которым требуется ремонт. Находите на карте гаечный ключ и отправляетесь туда на техническое обслуживание. Следующий вопрос. Скопил денег, но не могу купить новый автомобиль. Что делать? Отвечаем. Для того, чтобы купить новый автомобиль, при этом не продавая старый, вам необходимы ещё затраты, а именно на гараж. Покупайте машины места и вуаля! Грид, Блэк Бордер. Это классический хак-эн-слэш с элементами РПГ, действие которого происходит в далёком будущем человечества. Это самое человечество давно вышло в космос. Пять колоний сошлись в межгалактической войне за власть. Многие сравнивают Грид, Блэк Бордер с Диабло. Точно так же, как и там, три класса героев, всевозможная экипировка, РПГ-элементы и куча врагов, окружающих нашего персонажа. С одним лишь отличием, что действие происходит в далёком будущем. А если конкретнее, то в 26 веке. Сектор галактики, который занял человечество, раздирает межзвёздная война колонии и домашнего мира. Суть драки крутится вокруг загадочного вещества, обладающего поистине неиссякаемым энергетическим запасом. Сюжет далеко не нов, однако авторы вносят в него элементы мистики. Главным образом это связано с загадочными событиями, которые происходят на поле боя. Одни склонны думать, что это броски неких чужих, другие отмахиваются и продолжают валить своих братьев по разуму. Одним словом, жизнь идёт своим чередом. Системные требования игры таковы. Процессор на частоте 3,2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ видеопамяти, а также 3 ГБ на жёстком диске. Деймплей-гриф Black Border, хоть и похож во многом на Diablo, однако в нём есть игровые элементы, которые мы встречали в Alien Shooter и Zombie Shooter. Например, режим survival, где нам приходится бесконечно отбиваться от торт врагов, стараясь прожить как можно больше. Однако прокачка персонажей принципиально меняет игровой процесс и поднимает планку геймплея на новый уровень. Тут вы можете промачивать не только своего персонажа, но и с помощью специализации улучшать характеристики оружия. Для разных типов персонажей набор специализаций разный. Игра будет интересна в первую очередь тем, кто ждёт не дождётся третьей части прородительницы всех современных РПГ. А наша оценка геймплея 4 балла. Графика в игре явно не соответствует современным стандартам. Блеклые текстуры, невыразумительные спецэффекты, пиксель-шедеры второго поколения и старомодная изометрия. Всё это мало кого способно поразить. Даже видеоролики в игре сравнимы по качеству со Старкрафтом образца 98-го года. Наша оценка графического оформления 2 балла. С аудио рядом Great Black Border дела также не важны. Единственное, что запоминается, это оригинальный саундтрек, хотя он тоже способен надоесть за пару часов. Наша оценка звукового сопровождения 3 балла. Грид Блэк Бордер Грид Блэк Бордер – проходной проект, рассчитанный на ускорую аудиторию. Перед нами очередной пример неудачного смешения жанров. В данном случае экшена и РПГ. Если вам нравится стрелять, возьмите с полки зомби-шутер. Если хочется популять в РПГ, доставайте Dragon Age. А Грид больше чем на 2 балла не тянет. Как говорится, селяви. Грид Блэк Бордер возвращает нас в славные 90-е, времен Gender Wars. Но в отличие от старомодных экшенов, геймплей, тут весьма разнообразит РПГ-элемент и множество способов прохождения игры. Часть из этих фишек мы разберем, отвечая на ваши вопросы по игре. Первый вопрос. Я попал в какой-то темный коридор. Двери за мной закрылись, и со всех сторон прут враги. Как оттуда выбраться? Я постоянно умираю. Отвечаем. Постарайтесь взять в руки что-нибудь потяжелее. И не оставайтесь долго на одном месте. Вам нужно бегать от врагов и не забывать их расстреливать на расстоянии. В игре будет много таких мест, и ни одни двери не откроются до того, как вы не расстреляете всех врагов. Следующий вопрос. Я застрял в самом начале игры. После того, как разобрался с дронами, не знаю куда идти. Посередине какой-то лифт. Но он не вызывается. Что делать? Отвечаем. Этот лифт не работает, потому придется найти другой путь. Слева и справа от этой комнаты будут коридоры с вентиляторами. Правые вас не пустят. Тут вам с ветром не по пути. А вот левые то, что надо. Расстреляете двери, и попадете в систему вентиляции. Затем осторожно обойдите с левой стороны большой вентилятор, и попадете в следующую локацию. Следующий вопрос. Иногда из ящиков или врагов попадают какие-то синие штуки. Для чего они нужны? Отвечаем. Это тот самый Иридиум, загадочное вещество, вокруг которого и идет война. Вам он жизненно необходим для прокачки и улучшения вооружения. Старайтесь не пропустить ни один кусочек. Нумен, время героев. Это экшен-РПГ, действие которой разворачивается в мире античной Греции. Где ожили мифические существа, легендарные герои и чистолюбивые боги. На первый взгляд игра заманивает и обстановкой, и сюжетом, но реально не все так радужно. Здесь, на широких побережьях и каменистых равнинах, раскинулись многочисленные полисы и деревушки, полные как враждебных, так и дружелюбно расположенных жителей с парой другой квестов за душой. Бессмертные боги-олимпийцы поспорили между собой, кто же может по праву зваться самым могущественным в пантеоне. Нашлось мудрое решение. Чтобы избежать междусобицы, победит бог, который воспитает самого сильного героя из рода человечества. Эта задача и ложится на плечи игрока. За выбором одного из трех классов персонажа, маг, воин или охотник, следует выбор бога-покровителя, по три на каждый из классов. От этих решений зависит все, что будет происходить дальше. Божественные наставники отличаются бонусами, приемами, талантами и способностями. Соответственно, стиль игры, квесты и секретные локации также варьируются в зависимости от божества. Персонаж должен совершать священные действия и разучивать ритуалы. Часто происходит встреча с героями-конкурентами, обычно на специально предусмотренной арене. Иногда герои могут объединяться в группы для совместного прохождения особо тяжелых квестов. Временное перемирие конкурентов очень помогает, когда требуется извести опасного врага. Нуман. Время героев бросает против игрока тьму опасных противников, среди которых Цербер, Медуза Гаргона, Харом, Циклоп, Кентавры, Нубийцы. Просто ужас, какая захватывающая предыстория. Рекомендуемые системные требования. Процессор с частотой 2,5 ГГц, 256 МБ видеопамяти и 1,5 ГБ на жестком диске, а также 1 ГБ оперативки. Восточно-европейский клон Титан Квест со всеми этими зевсами, Гаргоной, Медузой и всеми остальными легендами и мифами Древней Греции, не бог весть, какая рекомендация к игре. И на деле все выходит именно так. При наличии более-менее интересной идеи, в игре куча недостатков. Вам придется привыкнуть к своеобразному управлению. Ничего сложного нет, но все-таки нестандартно. Кроме того, не всегда будет понятно, как выполнить конкретный квест. Все это, конечно, мелочи, но часть геймеров такие нюансы отпугнут. При этом мы считаем, что потенциал у игры есть, и поэтому наша оценка геймплея 3 балла скорее будет положительной. Дальше дело за вами. Нужно смириться с графикой. При старомодной и простецкой картинке общее впечатление от внешнего вида игры приятное. Связано это исключительно с антуражем игры, но никак не с технической стороной проекта. Видимо, разработчики угадали с тем, как нужно показать игру, даже со старой графикой. Но от этого наша оценка внешних данных игры не сильно повысится. Всего 3 балла. При таких скромных и неуверенных оценках за геймплей графику озвучка игры также не смогла нас порадовать. Ни одного озвученного диалога. Мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент и самим оценить звук. А мы снова ставим 3 балла. Теперь за звуковое сопровождение. В игре много локаций с разными климатическими условиями, но они маленькие и слишком схожи по внутреннему устройству. Дневник и навигация устроены не самым лучшим образом. Не нашлось и намека на возможность изготовления или улучшения предметов. В общем, это лишь часть того, что хотелось бы видеть в этом проекте. Но при желании любой игрок сможет найти что-то интересное в этой игре. Нуман. Время героев. Наша общая оценка 3 балла. Разработчики задумали неплохую игру, но, как это часто бывает, подкачала реализация. Наличие интересных идей не спасает этот проект. Очень скоро играть становится скучно. А если ваш интерес к этой игре не поддельный, но вы столкнулись с трудностями, посмотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Помогите пройти квест со Скорпионом на первом острове в самом начале игры. Где искать эту животину? Отвечаем. Искать этого Скорпиона нужно только ночью, а то ситом около поселения на полянке вместе с остальными сородичами. Следующий вопрос. Как мне пройти задание, где превращают в паука? Ничего не могу поделать. Отвечаем. О, это очень интересное место. Разработчики специально сделали его таким сложным для прохождения. Точнее, это место вовсе не сложное. Просто это такой своеобразный способ заставить игроков, которые играют в пиратку и хотят пройти дальше, купить лицензию. Находчиво, но не ново. Словосочетание «Шутер в воздухе» мы с вами уже слышали по отношению к авиаркаде Tom Clancy's Hawks. Но игра, о которой сейчас пойдет речь, заслуживает это определение ничуть не меньше. Вся разница в том, что здесь изредка можно будет пробежаться и на своих двоих. Сейчас все поймете. Dark Void. Главного героя зовут Уилл. Он летчик и всегда знал, что эта профессия связана с серьезным риском. Но вряд ли был готов к тому, что произошло во время одного из рейсов над Карибским архипелагом. Самолет Уилла, тяжелое грузовое чудище, оказался затянут в параллельные измерения. Это плохие новости. Есть и хорошие. Мир, в котором очутился Уилл, населен такими же, как он, выходцами с земли. А теперь снова плохие. В песне The Void, как ласково зовут ее обитатели, кроме людей, проживает также раса, известная под именем Наблюдатели. Внешне они напоминают прямоходящих роботов, хотя разработчики намекают, истинный облик ваших новых знакомых несколько иной. Наблюдатели – очень древний народ, который когда-то явился на Землю и починил человечество своей воле. В конце концов, люди собрались силами и изгнали пришельцев в ту самую песну, где те по сей день ютятся и воруют задевавшихся пилотов в районе Карибов. Время в параллельной вселенной течет несколько иначе, чем у нас, потому что одним из ключевых персонажей, Дарк Войт, станет гениальный серп Никола Тесла, которому в 2009 исполнилось бы 153 годов. Вокруг одного из его изобретений строится большая часть геймплея. Речь, конечно, о джетпаке – летательном аппарате, который Тесла создал на основе устройств, добытых в боях с наблюдателями. Сперва мощности машины будет хватать только на то, чтобы парить в воздухе, но со временем вы сможете усовершенствовать ее, и вот тут-то начнется самое интересное. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,4 ГГц. 256 МБ видеопамяти и 10 ГБ на жестком диске. Оперативски Дарк Войт потребуется 2 ГБ. Несмотря на то, что по паспорту Дарк Войт проходит как шутер от третьего лица, примерно половину времени вы приведете в воздухе. Но игровой процесс от этого выигрывает не сильно. Сухопутные сражения напоминают бег с препятствиями. Выбрал укрытие, спрятался, пострелял, рванул к следующему. Воздушный бой страдает от тех же недугов, однотипности противников и монотонности действия. Но в силу бешеного темпа оставляет более яркие впечатления. Но в целом больше тройки за такое развлечение поставить сложно. Графика Дарк Войт скучна. Выжившие и Уилл в том числе носит какие-то нелепые шлемы, худосочные враги никакого трепета не вызывают. А параллельные измерения меньше всего похожи на параллельные измерения, каким его себе можно представить. Деревянные заборы, бочки, ящики раскрашены исключительно в серо-коричневый цвета. Тройка за внешний вид. Звук, пожалуй, единственное, к чему сложно придраться. Герои активно общаются и обладают уникальными голосами. Пушки напротив стреляют очень однообразно. Четверка за звук. Дарк Войт получился не совсем такой, как выглядел на бумаге, но чем-то она все-таки цепляет. Да, по отдельности ее составляющие откровенно слабы. Но в целом играть можно и даже порой интересно. Но больше тройки шутеру от третьего лица Дарк Войт поставить не получается. Любопытный получился проект. И отрадно, что такой, казалось бы, состоявшийся жанр, как шутер от третьего лица, продолжает эволюционировать и принимать какие-то новые формы. В связи с этим, кстати, нам пришло довольно много вопросов по игре Дарк Войт. На самые частые из них мы ответим вам прямо сейчас. Первый вопрос. Я в джунглях не могу перепрыгнуть с одной стороны обрыва на другой. Что делать? Отвечаем. Не надо никуда прыгать. Чтобы пройти дальше, нужно просто спуститься в этот обрыв. Спускаемся вниз и спрыгиваем. Оп! И дело в шляпе. Следующий вопрос. Никак не могу пройти место, где две лестницы по бокам, и оттуда идут враги. А еще сверху кто-то постоянно стреляет. Пользуюсь укрытиями, но все равно ничего не получается. Что делать? Отвечаем. Пройти это место действительно непросто. Вот как это сделали мы. Прорываемся сначала на одну из лестниц. Не забывайте, что Уилл мастер рукопашного боя и варит простых наблюдателей с одного удара. Так что не бойтесь подбегать к ним вплотную и вырубать ударом кулакам. Заняв позицию на лестнице, можно отстреливать тех, кто будет к вам прибегать снизу. Затем отвлекаем наблюдателей сверху и обходим их сзади. Вот как-то так. Главное помните, что в этой игре очень важна грамотная тактика. А в рукопашном бою следите, чтобы вас не схватили за шею. А то придется судорожно кликать правой-левой кнопкой, чтобы вырваться. Следующий вопрос. Воздушные бои мне совсем не даются. Летаю по полчаса, не могу никого сбить. Может я что-то не так делаю? Отвечаем. Попадать по врагам во время воздушного боя действительно сложно. Но есть одна хитрость. Можно взять противника на абордаж. Запрыгиваете на тарелку и вскрываете блоки управления. Придется энергично пошевелить стиком или покликать мышкой. Затем вырубаете самого пилота и летающая тарелка к вашим услугам. Управляете ей проще, чем джетпаком. Да и стреляет она покруче. Обязательно попробуйте. Вам понравится. На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог. И задавайте мне вопросы. Будем общаться. Вап.муздефиз.тв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес FAQ-собака.муздефиз.тв.ру Мы обязательно все посмотрим и по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА